урод мне ноги ты шо ты садись так как дела то ничего куришь и до приезда к вам курил значит она и не надо начинать да я бы хотел бы конечно пыхнуть домой звонить будешь просто домой позвонить мне не просто домой позвонить мы пообщаемся с тобой расскажешь как дела как на войну попал все эти истории ну как и все шо такое у меня просто не интересная такая история очень короткая отлично значит не будем проблема только в том что сегодня домой не позвонить чего не позвонишь суббота мать выходная в деревне там связи ты дай номер телефона мы попробуем если видео здесь связь говори плюс 7 тратим время это кто мать а жена не нужно чуть на фига ты шоу поругались развились я был женат пока сидел пару лет ты сидишь отправь голосовое сообщение что будем ей звонить в течение получаса часа ма привет это ромик сейчас в течение получаса позвоню тебе по видеозвонков будь на связи пожалуйста ответь как есть сейчас весили нету наверное ну по крайней мере доставлено все нам в сети кури говорю пока не начали только ты сейчас отъедешь до на секунд пять тогда мы а чё мы уже начали не хочу не сырые что не сырые какие сигареты что значит сырые три месяца сейчас если ты вот это отъедешь головой стукнешься так не 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 а чё такое бывает бывает по всякому я в марте этого года подписал контракт и шоу о смотри да на мегафоне и на билайне ничего на мегафоне и на билайне так что ты отъезжать будешь отъезжать не а а шо ты говоришь короткая история в марте подписал марте уже здесь был в плену красавчик сколько дней побегал с автоматом не бегал я пишу сразу прям привезли первом выезде на первом сразу ты мне типа хочешь удивили же я вообще говорю что у меня такая история такая семья даже ты на рассказывай чеченец а так мало повоевал ты что мара вообще короче а кто дает что кто дает так воевать если сразу в мясорубку нас отправляют это нормально да я еду в автобусе связь может теряться не все сразу ты нахчи именно коренной у меня мать и отец чеченцы просто я родился давно проблений короче короче ты не упал неинтересно чеченский хоть знаешь понимаю говорю плохо потому что у меня акцент акценты нет чеченского и от этого как бы тяжело до выговаривать руснявый нахчи да получается так получается сколько тебе лет 4 что ты помнишь про чеченские войны чеченские войны сугать и было тогда кадир мин забыл микрофон повесить так он останется так ну ты кури быстрее сейчас 40 минут будем курить покуришь еще время во времени будут чего мы не курим при родителях как это так вообще при взрослых не курим ты маленький без разницы даже будь мне 40 лет а рядом со мной мой дядька будет не курим надо куда-то там уйти спрятаться покурить при взрослых не курим даже если это твой не рост чипчик надо снять она знает что ты в плену до звонили до в первый день когда меня взяли украинский плен полезный для здоровья так получается так то да красивый красивый такую бороду еще не отращивал ты ж нахчи подстригал и как давай короче готов чему к интервью давай или на просом допрос или интервью шоу лучше интервью это как не знаю ты говоришь готова к интервью я говорю два лучшего допроса мне говорят что я следователь из бу это же правильно давайте допрос на вопросы и ответы правильно так представься в камеру разбитого самсунга это секретная информация вам она не нужна это секретная информация вам она не нужна по национальности ты кто чеченец чеченец расскажу так давай ты даешь добровольное согласие на запись и публикацию видео да нам всем интересно ну точнее мне пока не интересно я специально не гуглил эту тему кто такой нахчи откуда это слово что оно значит это будет для людей интересно в первую очередь но как бы мы должны это понимать если бы я знал я тоже не изучил этот вопрос ну ты же знаешь кто то и ты сказал чеченец ночи это чеченец а почему ну хорошо тогда просто на чеченском так ночи говорят ночи а почему на русском не говорят ночи а придумали слова чеченец может так проще ногти короче и сделать ошибку гораздо труднее ног ч 5 букв а в слове чеченец можно все чеченец с мягким знаком с твердым знаки чеченец версия с так проще не работает писать дату ну говорить проще чечен чечен когда появилось слово чечен когда появилось вообще вообще я думаю давно очень громче я не знаю честно не знаешь понятно ну нам наверное интересно так тут будет в этом месте будет вставка или не будет ставки это знаю только критик или игорь в любом случае моя программа работает я плачу деньги за информацию которая позволяет победить их убить их ну вы это все знаете будет вставка с деталями этой штуки приветствую всех программа деньги от апостола успешно работает более 8 месяцев я плачу деньги за информацию которая поможет нам приблизить нашу победу я хочу чтобы мне написали русские военные рядовые офицеры старшие офицеры кадровые мобики бывшие заключенные мне по сути все равно с кем иметь дело меня интересует информация как оперативного уровня такие тактического уровня куда вы бежите в атаку сколько вас человек и так далее и тому подобное где находятся ваши склады где находятся еще различные всякие военные темы там быка техника также интересует информация от спецслужб в частности если у вас на связи находятся наши предатели военные независимо от их уровня начиная от рядовых и заканчивая там бригадными генералами напишите мне вас ждет приятная сумма денег если информация подтвердится после проверки за предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей за предатели из избу я плачу 10 миллионов рублей за предатели из других наших силовых структур таких как гур я плачу 15 плюс миллионов рублей пишите мне я всем отвечу не верьте каким-то ботом раз у меня нету ботов 2 я никогда не пишу 1 без договоренности 3 если вы сотрудник какой-то госкорпорации имеете какое-то отношение к высоким технологиям тоже пишите мне контакты по традиции ватсап в приоритете телеграм и телеграм-канал на котором новости моего проекта хорошо как ты попал на сколько тебе лет полных семья дети мне полных 34 года не женат детей не имею женат не был был два года развелись когда поженился и на ком поженился расписался я в 2014 году и 2016 развелся два года мы были брать на ком поженился на русской девушке а почему развелись интересная история кстати какой познакомились это был сайт знакомств познакомились и предложил расписаться ничего детей не сделали чё детей не сделали я не был готов я еще молодым это сколько тебе еще это рано рановато это сколько тебе было полных лет если счастья 34 ты уже нормально был я считал что рано понял не готова она хотела не хотела у нее был ребенок поэтому вряд ли семейные ценности русский мир все вот это вот мы все знаем почему развелись поругались учета и она ляпнул разведусь туда-сюда я думаю раз у нее такие мысли закрадываются разводе так давай разведемся и я уже попер дальше сам разводится она хотела не развал уже да уже хотела нет давай это погорячилась туда-сюда а ты горячий парень а я уже да не смог остановиться или ты холодный горячий горячий кровь в чем про выражается проявляется вот эта горячесть с пыльчивостью наверное все чеченцы такие ну за всех не могу сказать но если такого ряда кавказ начало так горные люди хорошо кем ты работал на гражданке какое-то образование образование у меня автомеханик и работал автосервисе автомеханика автосервис где это было в каком городе тверская область в городе висигонск висигонск у тебя туда микрофон там он выбрал воротник но он осады военным сделался родители кем они работали сколько вас семье родители нас трое сыновей в семье и младший брат умеющий подожди трое два младшего брата и я третий старше бы я умею считать 2 плюс 25 могу доказать я верю чем они занимаются или они вообще младшие младшие 27 30 а так есть вариант что ты их в плену встретишь правильно я в этом формате спрашиваю интересно будет не хотелось бы конечно чему чтобы они сюда не трогай биомушку последняя прошивка она пока летает а я больше всего боюсь встретить ну надеюсь на то что их не призовут и такая вся тема кем они работают тоже в автомобильном тюнинг ателье какой-то тюнинг ателье понятно а родители кем работают кто они мать в магазине работает продавец отец отец так что сельскохозяйственный какой-то суетой сено заготавливает картошку сайт и потом это продается в магазине не работает мать нет не понял ладно развелся ты в каком году 16 чем ты дальше занимался что происходило как ты вообще остался таким военным работал я это сервисе попался выпивший за рулем и чтобы не сесть тюрьму я пошел на свой подписал контракт последствию так подожди давай тогда восстанавливаем ты в автосервисе работал до какого периода когда это все произошло в этом году еще работал в этом году ну в каком 2 4 4 работал когда ты бухнул в феврале жены у тебя 2 не было то есть сам по себе январь феврале этого года ты бухой сел за руль ехал тебя остановили что было дальше завели уголовное дело по какой статье 264 это какая там фабула статьи это подожди 264 это что-то редко такое не слышал что это за статья вождение нетрезвым состоянием 164 как к рф у к рф точно 264 у к рф установлена ответственность за нарушение лицом управляющим автомобилем трамваем на трамвае или другим механическим транспортным средством правил дорожного да тут нету правку алкоголь повлекшая по неосторожности причине тяжкого вреда здоровью что нам было не повлекло ничего мне просто становили ты говоришь не до статью 264 я что каша прочитал может там ошибка часть другой муж какая часть ну ты же должен знать какая часть 1 вот 264.1 прим 1 управление транспортным средством состоянии опьянения лицом подвергнутым административному наказанию понятно возбудили по тебе такую статью еще дальше было а дальше я решил в этот момент пока до суда пока суд не не случился пойти на сло как это было расскажи ну тебя задержали ты был где у меня задержали на двое суток и отпустили домой под подписку ну и думал думал кто тебе предложил но до этого мне никто не предложил сам решил хотя все друзья отговаривали нет внутри короче еще раз тебя остановили какого числа это был конец февраля ну может 20 20 февраля хорошо тебя остановили привезли на два дня задержали много ты выпил достаточно на ну сколько и чего мы сейчас типа интервью допросом делаем не мы просто же интересно это все пост по сути чеченец бухнул что уже неправильно да наверное сел за руль снег правильно дтп было не было не было это было днем ночью 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 тебя остановили перегар сколько ты бухнул ну ты знаешь в промилле химите это промилле мне нафиг надо что вы бухали ну конья на неё кодич на ксаду толку и вы бутылку каша за повод был отмечали приезд отпуск приятеля приехал по на своего все своего приехал и шоу рассказывал на сву про сву как он сидит в тылу особо ничего не делает и бабки льются рекой имеется понятно двое суток ты просидел где в райотделе ну там типа изолятор временного содержания кпз кпз понятно потом тебя отпустили домой чтоб шоу происходило дальше когда ты подписал контракт эту дату ты четко помнишь 2 марта я подписал контракт это спустя уже две недели до 2 недели еще поработал думал и решил сказал рода родителям поеду на изолша родители сказали твое дело едем ли все не так конечно а как едем ли не так не ну смотри это по сути с учетом того что я знаю военную тайну он воевал один день до моего воде это по сути может быть самая интересная часть допроса тоже допрос ну но родители были за против ну зато точно не не будут ну и как бы и останавливать не стали мне а ты проблемой какой-то сейчас за аша у тебя проблемы лиги ну во первых это был не первый случай такой мои по сынки до какой-то роль так сказал не первый будто там 45 раз уже ну и шо а первый раз за сколько денег порешали не решали я сидел 10 месяцев а когда ты сидел с когда пока да это был 22 дострой год а там чтобы отмечали ничего просто выходной был обычный ты набухался и сел потом я выпил две баночки пива и тебя посадили на 10 месяцев а сейчас чего тебя отпустили они посадили сразу а тогда тоже не сразу тоже под подписку отпустили до суда сюда уже закрыли кем ты сидел на зоне простым мужиком работал нет 10 месяцев не не работал это не простой мужик почему ну потому что какая-то колония была колония строгого режима где она была и номер и к 10 и к 10 это красная или черная до черных нет у нас лагерей красный ну ну и теперь расскажи мне как это ты не работал по каким это убеждением чеченец типа договорился со старшиной в отряде там много было чеченца у меня в отряде ни одного по всей колонии знаете че ты по моему один или два корж мало диковинка и как ты договорился сколько стоит этот договорник ты не сколько сигареты ему там давал нет нет он меня все шли работать это на нарки вылежал а я да я как как трудоустройство день трудоустройства бывает и все кто не работает идут на трудоустройство там комиссия типа тут сидела и все я просто не ходил на нее там столько много осужденных бывало что они даже не успевали всех трудоустроить и так я петлял петлял не по понятиям работает такая да и не у него не устроился хотя я вышел по приезду меня трудоустроили сварщиком я вышел посмотрел мне не понравилось я подошел к старшине сказал ну не хочу работать в таких условиях и вообще в принципе не хочу работать и он меня как-то там отмазывал понятно какое решение ну какой основной пункт скажем так у тебя в голове был про войну что туда надо идти основной погасить судимость и не сесть ты как-то со следователем это обсуждал нет но как-то рассчитывал не сесть если то есть ты тебя отпустили на подписку и больше ты туда не ходил ты просто типа уехал на свой да просто так резко взял и уехал даже не предупредив может и в розыске там может быть интересная тема ну ну 2 марта подписал ты куда куда и вы поехали в воронежскую область часть сколько в этом пробыли и когда тебя отправили в украине они долго мы там были не 7 не 7-8 громче были мы в части воронежской области и потом нас повезли это поймаю в луганскую область там мы пробыли 5 дней и отправили нас на боевое задание ты поехал попал в какое подразделение кем ты был стрелок в каком полку британковая дивизия 1 2 2 какое название не ты не знаю понял ну ну какой у тебя было первый сколько вас тренировали в общем в части и полигон даже двух недель нет сугода настрелил патронов до штук 500 то точно нормально 10 магазинов сколько сколько магазине я не в курсе 30 ну ну так на момент когда ты уезжал двадцать четвертом году я что понимаю две недели ты думал принимала решение да ты гуглил что происходит нет почему не знаю чуть не гуглил хотя мне друг друг говорил там такое сякое творится ты не знаешь мне вдруг тебе говорил что все нормально начали в тылу врага это этому я ничего не говорил другой друг а другой что говорит а другое как бы был более осведомлен по этой теме он общался с людьми которые со своего приехали тот служил не знал как бы что там на как объяснял мне рассказывал но как-то мне это не помогло я как упер как упертый он тебе рассказывал про сколько убитых там да и что не а почему он не воюет уже он имеете ввиду парковой именно друг который рассказывал что там не все так сладко а он и не призывался он просто общался с людьми которые со слов короче ты не знал что тут происходит если бы знал бы всего скорее лучше бы отсидел у свой год тебя ну вот он должны были дать если первый раз 10 месяцев второй раз где-то год может год с копейками понятно хорошо когда у тебя была первая тире последнее задание сколько какое было знание что там происходило нас сейчас я вам скажу число это было 18 марта 18 марта нас отправили ночь ночью на мотолыгах на трех танках там человек по 8 на мотолыгах или на танках 2 2 мотолыги были так так я на мы на 3 на мотолыгах сколько вас где-то человек по 8 на каждом на нем это какое направление если бы я знал луганская лун такой ну и ночью часа в два нас отправили показали нам по карте то есть куда ехать вот вот лесополку надо закрепиться вы поехали мы поехали и прям на ходу по нам начался обстрел что было дальше танк остановился там под ним взорвалось что-то ну короче он сломался становился тут спрыгнули спрыгнул ударился об автомат и потерял сознание осколочная получил граната гранатовая взорвалась рядом и ребята те кто со мной ехали их тоже всех не стало куда они делись ну не стала гибли а вздохли правильно тоже хорошо то что погибли ну да нет на почему жалко кому мне допустим ребят жалко почему тебе жалко неплохие ребята молодые плохие плохие но также из по незнанки не подожди по незнанке ты мог не ехать подождите смотри давай теперь давай разбираться по незнанке ты мог не ехать мог мог ты поехал по незнанке. Ты же по незнанке поехал. Когда тебе автоматик дали и показали мотылы Гуете, вы же уже знали, сколько двухсотых есть, трехсотых. Были же у вас в подразделении? Или в соседнем? Были. Танковая, вторая, нормальная такая. Такой полк. Ну, и вы все по незнанке поехали поиграть в фортуну. А сейчас ты говоришь, что тебе их жалко. Вы бы могли отказаться и не поехать. Они бы тогда были живые, но в статусе 500. Правильно? Ну, все поехали. В плен тебя взяли на территории какой страны? Вашей. Украины. Помимо того, что ты по сути военный, ну, такой себе военный, ты, чтобы не сидеть, решил поиграть в фортуну. Кто вы по своей сути? Враги. Враги, понятно. Ну, я тебе тоже сейчас враг. Ну, кто вы по сути для нас всех? Слово на букву оккупант. Знакомо? Оккупанты? Да, частенько по телевизору слышу. Да. Смотри, хороший человек, хорошие парни могут быть оккупантами? Нет. О, а почему так получается? Вот есть оккупанты, а вот есть защитники. Кто, типа, по понятиям, по любым понятиям находятся на белом коне? Защитники. Ну, я же не придумаю ничего, правильно? А почему? Потому что они на своей земле. Правильно. Если следовать этой логике, то защитники это хорошие парни. А вот те, кто с противоположной стороны в Луганской области бегает с автоматиками, убивает, мародерит, насирует людей, они не могут быть хорошими парнями. Даже по незнанке. Согласен? Ну, это простая логика. Ну, так это получается. Так, так. Расскажи мне теперь про чеченские войны, про Россию. Что было? Более 10 лет на передовой информационного сопротивления. Актуальные новости. Острая аналитика. Расследование. История без цензуры. Поддержка защитников Украины. Подписаться на независимый канал ОМ-ТВ. Ссылка в описании под видео. Подопитываться. И факел. Что именно? Что Россия? Все, что ты знаешь про войну в Чечне. Правильно как говорить? Ичкерия или Чечня? Чечня. Или Ичкерия? Или Ичкерия. Не знаю. Но тебе ближе что? И Чечня. Ага, хорошо. Расскажи мне про первую чеченскую. Откуда же я знаю? Сколько тебе лет было? Десять. В каком году он начал? Девяносто первом, втором. Видишь, как ты историю свою знаешь? Нет, не знаю. А что тебе батя рассказывал? Не рассказывал. Не рассказывал? Он был во время войны? Он уже был в России. Он давно приехал. А вторую чеченскую? Ты уже был взрослый? Вторую мы тоже были. В Робзии. Как бы, да. Ты даже не интересовался, что тебе? Вообще абсолютно. Стыдно, нет? Да. Что именно стыдно? То, что я не знаю историю. Воин в Чечне. Понимаешь, у тебя национальность чеченец? Давай тогда без истории. Ну, я не хочу там говорить про осаду Грозного, про осаду Мариуполя, потому что тебе похер на эти темы, ты тупо ни хера ничего не знаешь, да? Ну, типа, если по-честному сказать. Я устал, я не хочу давать вот эти бесплатные лекции. Что произошло глобально? Ты хоть понимаешь? Знаешь вообще, что произошло? Во время первой и во второй кампании? Да не знаю я. Точно не знаю. Что там? Отмывание денег или что. Я не знаю, что они там делили. Кто такой Кадыров? Кадыров президент Чеченской Республики. Громче говори. Кадыров президент Чеченской Республики. Его выбрали? По всей видимости, да? Президент же выбирают. Ну, вот, мне интересно. Ну, ты же понимаешь, что я знаю ответы на эти все вопросы. Но мне же интересна сущность. Ты же понимаешь, какая тут прикольная история? Вас, чеченцев, всех типа боятся. Потому что, типа, чеченцы, это тикток войска. Все такие нарядные, там, прикольные. Кадырмены их называют. Но только они не воюют. Я четко знаю, что такое Ахмат Север, Ахмат Юг, Ахмат Сила, Ахмат Чай. Мне реально, ну, не по себе от того, что он чеченец, и он ни хрена не знает про свою... Что ты знаешь вообще про Чечню современную? Не знаю. Красивый, зажатый город. Зажатый? Что значит зажатый? Ну, как-то там немножко, мне кажется, в страхе живут. Немножко в страхе? Немножко в страхе. Красивый город, и его отстроили после войны. На чьи бабки? Ну, в двух словах. Давай, чтобы проще было тебе думать. Первую чеченскую кампанию вы выиграли. Знаешь это или нет? А вторую вы? Проиграли. Тоже выиграли. По версии Кадырова. Ему дали, ну, то есть, небольшой экспорт. Я тут недавно записал, кто не в курсе, я записываю еще мысли апостола, так называемые. И там я записал вот ролик про почему нельзя договариваться с ними. Потому что будет ровно так, как было с Чечней, когда в первую кампанию вся Чечня объединилась, на Ичкерия там, как назовете, так и будет. И дали пизды, короче. Правильно? У нас ютубчик, у нас можно матюкаться, если хочешь. Ничего не будет. Критик только будет матюкаться. Похер на критика, тут поставьте лайк, потому что ну, есть же эмоции человеческие. Так вот, в первую кампанию вы дали пизды разшекам, а вторую кампанию спустя чуть-чуть, ну, немного лет ху**ло купила Кадырова, клан весь купила. И Кадырова устраивал резню своих же, таких же, как ты. Неугодных, которые разнятся мыслями. А? Знаешь за это? Ну, не знаю, тут получится. Так вот, эта модель такая же, как модель, по сути, такая же того, что может происходить у нас. Как началось все в 2014 году, потом оно все заморозилось, пиздырские войска, короче, набрались смелости, там, духа, короче, и поехали колонками во время полноценного вторжения в 2022 году. И все, кто сейчас призывает садиться за стол переговоров с ними, это, как я говорю, полезные идиоты или предатели. и ко всем, ко всем, к им надо, ну, там, спецслужбам нашим обратить внимание. По причине того, что сейчас они получают жесткие пизды на линии фронта, ни хрена у них не получается, ничего они не могут сделать, у них реально 100 метров дается ценой таких вот 500 человек и 50 единиц техники, и им нужна передышка. И все, кто сейчас хотят сесть за стол переговоров, продвигают, нам нужно на любых условиях договариваться. Если мы сейчас договоримся стоп по ЛБС, то пройдет еще 2-3 года и все пойдет по новой, все будет происходить дальше, 100%, мы это уже проходили. В 2014 году начало, пауза, 22-й год, сейчас, если в 24-м сделать паузу, будет 28-й, 30-й год. 100% можете это выписать, где-то это, я позвонил туда, мне там продиктовали. Я не знаю, понял ты, что я набазарил или не понял. Почему тебя не меняют? Ты чеченец, это будет топ-комментарий. Сколько ты в плену уже находишься? 100 дней. 100 дней. Сегодня ровно 100 дней? Так очень. Не важно. Офиг его знают. Не важно. Так, да? Я не специально. Короче, ты ехал на Моталыге, подбиваем итог, ты ехал на Моталыге, что-то прилетело, ты пробовал, ты спрыгнул, ударился об автомат, при этом прилетели какие-то осколки от чего-то. Ты стал трехсотым и потерял сознание. Куда прилетели осколки? В спину. вылечили, помощь оказали, осколки достали. Да. Зачем? Было бы на память. Да, ни к чему. Не такие уж они красивые. Большие были? С ноготь. С ноготь? Да. Херням. Оно бы даже на рампах не звенело. Очнулся ты как? Что было дальше? Очнулся меня как бы толкнули. Живой, неживой. Наши уже? И все. Кто тебя взял в плен? Какое подразделение наше? Я не знаю, какое подразделение. Короче, не знаю, что там были. Сняли бронежилет, каску. Ты уже пришел в себя? Уже, да, начал приходить себя. Оказали медицинскую помощь и вывезли. Да, все остальные валялись 200-300 или все 200? Сколько в итоге за 200? 8 человек. А на танчиках? Ну вот на нашем танке ехал. Так ты на моталыге ехал или на танке? На моталыге. А танк до этого еще остановился, взорвался. На каком-то снаряде взорвался, остановился, мы его обогнали и вперед поехали. Понял, а первая моталыга? И тоже она заглохла. А где с нее народ? Там в ней остался, я не знаю, живы они, не живы. Я к чему сделал вот эту отсылку про Чечню, это то, что вас покорили, гордый, горный народ, покорили, тире, купили, тире, короче, пытками поставили в стойло. И ты пошел воевать за этих х**еров. Такая тема. Что мать скажет? Когда ты сейчас с ней будешь разговаривать? Не знаю, как дела, спросишь. Я еду в автобусе, нельзя ли попозже, связь теряется, хотелось бы нормально поговорить. когда вы доедете. Как война? Не видел. Не видел? Так страшно. Страшно? А что страшно? Смертность очень большая. Это плохо? Ну, для меня, да, может, для кого-то хорошо, для меня не очень. Почему? Нормальная тема. Жалко, так всех посылают просто мясорубку. Получается, если бы не была такая страшная и жертв было бы поменьше, то было бы нормально, правильно? Да, вообще, в принципе, ненормально. Ненормально? А что ненормально? То, что война у нас идет, это ненормально. А из-за чего она началась? Решили, видать, порядки навести тут какие-то? Ух ты! Давай поговорим, о каких порядках идет речь. У нас, как видишь, тут подметено, лечат даже оккупантов. Какие порядки? Не знаю, среди вольного населения какой-то какая-то суета видеть была. Какая? Он использовал прикольное слово вольного населения. Гражданского. Ну, первое слово дороже второго. Ну, вам, рабам, не понять этого, но вольное это, короче, звучит прикольно. Ну, ты же согласен с тем, что ты раб? Хочешь, я тебе это докажу? Ну, точнее, не буду доказывать, ты сам докажешь что-то. Хочешь? Потому что ты араб? Да. И это касается всех, кто сейчас в Чечне. Я не знаю. Ну, смотри, очень просто. у тебя были варианты не пойти на войну? Да. Почему ты ими не воспользовался? Не захотел сидеть? Не захотел сидеть. Ну, я даю тебе верняк, что если бы ты сидел, ты бы пошел на войну тоже. Почему нет? Почему принудитель не отправляют? Отправляют, и ты это знаешь. Нет. Да, ну, у них проблема, они в плену не общаются, мол, лети. Они в плену между собой не общаются. В плену же есть еще чеченцы. Есть? Да. Как они попали на войну? Как попали, так же на боевом задании. Нет, я не говорю про плен, как они на войну попали. Ну, не по желанию точно. О, а что это так? Как это так? Не по желанию. Они вообще истинные оригинальные чеченцы, они прямо из Чечни. Ну, пускай у них будет интервью, они расскажут сами. Ну, они же тебе рассказали? Ну, я понял, да. Так а что, ну, что ты морозишься? Нету возможности у нас свободная страна, свободный выбор, да? И ты, чтобы не сидеть, пошел на войну. Так получается? Да. Свободная жизнь свободного человека. она будет еще ехать типа там пять часов, о, не пять часов, три часа, мы же три часа ждать не будем. Она написала так? Да. что это, в сверхдержаве нету интернета по дорогам? Как это? Интернет есть везде. Царь же сказал, интернету в кожную хату. Только в городах. Так получается, в ряд. от города до города едешь, нет связи. Это вообще, короче, жесть какая-то. Кто победит? Сейчас будем звонить на обычный мобильный телефон. Ее потом посадят, ну, такое. Кто победит? Да. Я не знаю. Ну, давай подумаем. Не, ну, если победите вы, то так и говорим. Я ж, ты видишь, я навалю свою тему, ты можешь наваливать какую хочешь тему. Я думаю, что как-то это все остановится так, без побед. Такого не бывает. Даже если и остановится, то по-любому на чьих-то условиях. Путем мирного согласия. Ты слышал мою отсылку про мирное. Используя твой опыт, используя навыки и знания те, которые ты обрел, будучи в плену, услышав эти истории душесчипательные. 100 человек пошло 98-200. Ну, есть же такое. Я же не придумал. Ну, если придумал, так и скажи, что такого нету. Есть такое, да? Ну, используя весь вот этот вот потенциал. Ну, не потенциал, это называется знание. Ну, если ты считаешь, что победите вы, то так и скажи. Ну, я только же попрошу аргументировать. Я думаю, такой конкретной победы не будет. Все равно к чему-то придут, к какому-то соглашению, как-то договорятся, поделят эту землю, я не знаю, что там, что-то такое будет. Что значит поделят эту землю? Целиком, чтобы вот так вот победить всю эту войну, это, во-первых, надо много будет времени, очень много. Так и так уже это будет еще страшнее будет война. Ну, хорошо, сколько за время плена ты видел пленных? И со сколькими ты общался? Мне задаю вопрос вот такой прямой, не знаю, к чему он приведет. Сколько пленных, я думаю, ты видел не одну сотню. тебе сказал о каких-то успехах и победах? Ну, мне реально интересно, я же не со всеми общаюсь. Да, ни о каких успехах, в принципе, разговоров-то и нет. Какие успехи? У всех все одинаково, отправили на боевое задание. А ну сейчас. Алло? Алло, да, добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. У вас связь позволяет видео включить или не нужно? Да, вот сейчас мы на остановке стоим минут пять. Могу переключиться? Да, включайте видео, я тоже включил. Обожжешься, аккуратно. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Если вы хотите поговорить с сыном, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию разговора. На запись? Да. А куда эта запись пойдет? Нам на YouTube канал. Там уже тысяча таких. Я знаю, одно видео там уже висит. Наверное. С ним не было. Сто процентов. Было, было. Значит, я его не видел. Может, на другом YouTube канале. Я, который Золкин, Апостол, знаете. Да, а что именно хотите? Да ничего, если вы хотите с ним поговорить, то вы даете согласие и разговариваете с ним. Если не даете согласие, то не разговаривайте. Все очень просто. Это правило YouTube. Все, кто в кадре, все должны дать согласие на запись. Я поняла. А. Да можете не записывать, потом возьмете на YouTube этот ролик. Не хотелось бы на YouTube. Нет, так не будет. Или YouTube, или не YouTube. Нет, не хочу. Все. Как это нахрен работает? Я удивлен. Очень сильно. Это, видать, очень зазорно. Что значит очень зазорно? Появиться в YouTube. у тебя глаз дернулся, когда она сказала. Как ощущения? Такое себе. Какое? Напиши. Не знаю, обидно. Это если очень в легкой форме говорить, да? Прикольно. Не, такое бывает. Ну, то есть, ты не первый. Но, я не думал, что по чеченской теме будет родители не захотят поговорить с сыном, с которым не разговаривали уже 4 месяца. Не хотят, чтобы это как-то в публику вливалось. отвечу на два любых вопроса. У меня, в принципе, нет вопросов ни к содержанию, ни... Да, я не про содержание. Вообще, на два любых других. Кроме химии сложной какой-нибудь истории, типа балет, например. Ну, нет? Вопросов нет. На один-то, да. Мое дело сидеть, ждать обмена. Гордый чеченский народ будет гордо сидеть и ждать. По традиции, у нас военнопленный, если хочет, обращается к своим землякам. Надо сюда идти, не надо идти, не хочет, не обращается. У нас добровольные колхозные... Это как бы дело каждого. О, правильно. Хочет, не хочет. Кто захочет, берем с собой, что надо брать. А так лучше быть осведомленным всей этой темой, чтобы хорошенько подумать. Не как я спылу жару. Такое, короче. кто захочет сюда идти, нужно брать черный пакет. Кстати, сейчас холера пошла у вас. Это большая проблема в войсках. Поэтому такое. Все. критику лайк. Давай. А что она отказалась? Думаю, нехорошо, что в интернете не хочет появиться, чтобы люди смотрели. не бери в следующий раз, потому что обжечься можно. Там же видел трезубец? Видел. Он только на своих нормально. Я так его не коснулся, поэтому что нехорошо? Идти в чужую страну людей убивать, грабить. Это нормальная тема. Это хорошо, да? Что то ты помрачнел. Не ожидал ты такого. Мне теперь тоже это не нравится. А? мне тоже это не понравилось, что я в ютубе появлюсь. И уже там видео есть какое-то. А я не знаю какое. Это первый день, наверное, когда звонили, они видать тоже записали отправили. Может. Но ты за этим сюда пришел. За этим. за что боролся на то и напоролся, как говорят? Все говорят по-разному. У каждого своя правда. Да? Ты политикой не интересуешься, а политика тобой заинтересовалась. Но неожиданно для меня. Давно такого не было. Нормально. Нормально? Значит, так надо. Что с вами не так? С нами? Да. С кем именно? Как с нами? В общем? С русскими. вы люди вообще? Чтобы мать отказалась поговорить с собственным сыном, который находится хрен знает где, в каком-то плену? Это в голову не укладывается. Главное, она знает, что я живой. Правда и себя. Мне нравится эта стадия, когда начинают она не хочет чего-то там. она же госслужащий, поэтому ей разговор сына может стать боком, да? Угу. Давай, еще что-нибудь. Я думаю, у вас в Чечне с семейными ценностями все хорошо. Но я, походу, в очередной раз не вижу дна. Докуривай. Тебе это не надо. Блин. Ну, то надо. Спасибо,